Теперь нужно сказать несколько слов об употреблении сослагательного наклонения. Прежде чем мы поговорим о конкретных категориях употребления, то отметим, что два времени, которые есть в сослагательном наклонении, настоящий аорест никакого отношения к хронологическому времени не имеет. Настоящее время сослагательного наклонения подчеркивает продолженность вида действия. То есть, если глагол сослагательного наклонения употреблен в настоящем времени, то соответствующее действие представлено как процесс, или как многократное, и так далее. То есть, имеется продолженность. Форма аореста сослагательного наклонения указывает на действие как факт, то есть вид оореста неопределенный. Однако само по себе действие может происходить в настоящем, прошедшем, в будущем, ну или потенциально происходить. Я напоминаю, что сослагательное наклонение описывает не реальное действие, а потенциально. Потенциально может быть отнесено к настоящему, прошедшему или будущему. И на русский язык, там где мы не переводим сослагательное наклонение, может переводиться глаголами настоящего и прошедшего, и будущего времени, теми глаголами, которые более уместны, исходя из контекста. У вас в учебнике, в параграфе 31.6, приведен интересный пример для глагола эстио в аоресте сослагательного наклонения. Я напоминаю, что глагол эстио, он с несколькими корнями, поэтому в аоресте у него корень фар. Итак, сначала Иоанна 6.50. Посмотрите, это есть хлеб, который с неба сошедший, здесь между артиклем Хо и Кетабайном причастием, к которому этот артикль относится, вклиниваются зависящие от причастия слова, и причастие является характеристикой, определением к слову хлеб. Это есть хлеб, хлеб какой сошедший, откуда с неба. То есть, вот видите, между артиклем и причастием зависимые слова, само причастие с артиклем, и это стандартная определительная конструкция к слову хлеб. Это есть хлеб, с неба сошедший, чтобы кто от него фага, корень фаг, видите, без приращения, и Э, третье лицо, единственное число действительного залога со слагательного наклонения. По окончанию, вот этому Э, с подписной Й, удлиненному, и по отсутствию приращения с аористным корнем, мы с вами понимаем, что имеем дело с аористом со слагательного наклонения. Второй глагол в аористе со слагательного наклонения – апотане. Глагол апотнеско – словарная форма, СК – суффикс, добавляется в настоящем времени, в других временах, в том числе, в аористе этого суффикса нет, поэтому АПУ – приставка, ТАН – корень, приращения никакого нет, это со слагательного наклонения, и Э – окончание третьего лица, единственного числа. Переводим. Это есть хлеб с неба сошедший, чтобы некто от него съел и не умер. На русский язык – и съел, и умер – мы перевели глаголами прошедшего времени. Ну, кстати, вы видите, что «бы», «бы» видите в составе, вот потенциальность, цель, которая приводит к тому, что здесь появляется сослагательное наклонение. В русском «что бы» в союзе «бы» присутствует, и в греческом после «хи» навсегда сослагательное наклонение. Но вот нас сейчас интересует больше перевод «хлеб с неба», чтобы некто от него съел и не умер. И то, и другое мы перевели глаголами прошедшего времени. Второй пример. Следующий стих из этого же Евангелия ТАНа. «Я есть хлеб, живой, с неба сошедший, если кто-то...» И вот теперь фага, еще раз та же самая форма, «съезд от хлеба будет жить вовек». Почему мы перевели «съезд»? Ну, потому что дальше у нас есть глагол будущего времени. Если что-то сделают, то будет что-то. Вот этот глагол «со», «дзэсо», он сдвигает все в сторону будущего времени. У нас контекстуально появляется вот эта идея будущего времени. В будущем, когда бы это ни произошло, поэтому сослагательное наклонение, вот эта вот неопределенность, когда это исполнится, условие, кто его знает. Но после «ян» тоже всегда сослагательное наклонение в греческом языке. Так вот, если кто-то съест, он будет жить. И здесь вполне естественно, глагол «ва Ористи» переводится в будущем время. И, кстати, к этому нужно привыкать. У студентов всегда возникает похожая все время повторяющаяся проблема, усвоив однажды, что «Аорист» – это вроде как прошедшее время, даже за пределами изъявительного наклонения они постоянно пытаются переводить «Аорист» в прошедшем времени. Нет. «Аорист» в основном выражает прошедшее время в изъявительном наклонении. Как только вы покинули изъявительное наклонение, все, никакой прошедшости нет. За пределами изъявительного наклонения у «Аорист» просто факт действия. Когда это действие происходит, то есть какое русское время нам поставить для выражения этой мысли, это определяется контекстом. Если у нас речь идет о будущем, жить будет, то и аорисное со слагательного наклонения мы тоже вполне нормально и естественно переводим в будущем времени. Если кто съест, он будет жить. Не смущайтесь, очень часто аорис со слагательного наклонения переводится в будущем времени. На самом деле он переводится в будущем времени, пожалуй, даже чаще, чем он переводится в прошедшем временем, потому что потенциальность это зачастую о будущем. И по этой причине привыкайте, осознавайте, что будущее время это нормальный, естественный, хороший перевод для аориса со слагательного наклонения. Кстати, если даже вы посмотрите на форму, она чем-то похожа на форму будущего времени. Ну, посмотрите на форму глагола «ло», напоминаю, парадигма вам дана в параграфе 30 и 11 сослагательного наклонения в аористе «лу-со», «лу-сэ», «лу-сэ», «лу-сэ». Если вы внимательно присмотрите, да, вот первое лицо, единственное число вообще выглядит как будущее время, остальные хоть, конечно, и не выглядят как будущее время, окончания другие. В будущем времени не удлиненное, а обычное соединительное гласное, но вот это «лу-со», «лу-ссэ» очень-очень похоже на будущее время. Да, вы, может быть, когда обсуждали форму, может быть, не сказали, сейчас нужно это сказать, нужно проявлять некую внимательность, чтобы разграничить аорист сослагательного наклонения и будущее время сослагательного наклонения, не перепутать их. Ну, какой текст подскажет, но всё равно. Так что вот это даже внешнее сходство, оно может быть некой подсказкой, некому указанием на то, что аорист сослагательного наклонения достаточно часто будет приводиться в будущем. Ну, и в историческом развитии языка, кстати, эти две формы будущего эориста тоже чрезвычайно тесно связаны. Третий пример из Римнинам 14.23 с тем же самым глаголом фаго. Ходэ диакри номэнос и ян фаго катакэ критай. А сомневающийся, если ест, осужден. Видите, у нас настоящее время сомневающийся. Осужден – это перфект, который описывает действия, завершенные в прошлом, и результат имеющийся в настоящем. В настоящем у нас есть вот это состояние осуждения. Поэтому весь контекст нас помещает в настоящее время. Контекст описывает некий общий принцип, и это подталкивает нас перевести глагол фаго в настоящем времени. Да, в настоящее время зачастую, ну, даже русское подчеркивает некую продолженность, но здесь не продолжительности есть, то есть не в том смысле, что есть какое-то время, просто факт. А мы общий принцип описываем, сомневающийся, если он ест, он осужден. Но если съест, осужден, да, тоже, но там, так как это общий принцип, его естественно выражать в настоящем времени, и весь контекст нас к этому подталкивает, и настоящее время – более естественный перевод. Так что смотрите, одно и то же фаго мы перевели и прошедшим временем, и будущим временем, и настоящим временем, в зависимости от того, что наиболее естественно звучит в контексте. Ещё раз скажу, сослагательное наклонение не имеет временной привязки. А Орест выражает неопределённый вид, то есть сообщает о факте действия. Как этот факт выразить, какое русское время выбрать, мы выясняем по контексту. И в зависимости от особенностей контекста, время может быть и прошедшим, и настоящим, и будущим. Что касается сослагательного наклонения настоящего времени, то настоящее время подчеркивает продолженный вид. И в русском языке продолженный вид выражается глаголами несовершенного времени. Строил, строю, буду строить. И опять-таки в зависимости от требования контекста, а глагол сослагательного наклонения настоящего времени будем переводить несовершенным видом, чаще всего, конечно, это будет настоящее время, но в принципе другие времена потенциально тоже возможны. Так что настоящее время или Орест, это не хронология, это виды действий. А что касается того, какую форму русского глагола выбрать, то это вопрос контекста осмысленности того, что мы выражаем на русском языке.